дорогие подписчики еще раз здравствуйте после разминки разминка это обязательно обязательно без разминки как размялся так и поработаешь я так например считаю потому что для того чтобы что-то получалось хорошо нужно хорошо размяться в первую очередь все суставы и все остальное вот базовое упражнение вся фланкировка состоит из круговых движений и восьмерок и для того чтобы вот эти вот разные там фланкировочные движения вот связывались и выходили еще из них рубящие движения нужно сначала освоить круг круговые движения шашкой если хотите научиться правой и левой рукой но я думаю это лучше всего круг работать потому что тут развивается и как 2 полушария очень хорошо координация движения мозжечковая деятельность очень много всего развивается и вообще даже это полезно для для восстановления организма для восстановления организма после каких-то травм очень много полезного об этом мы с вами разберем позже сейчас я покажу покажу базовое упражнение так круговое движение берем шашку либо палочку лучше взять меня заточены взять не заточенную шашку либо палочку ну давайте я покажу на шашке существует еще вот хочу сказать по хвату по хвату шашки обычно рубище движение всегда наносятся полным хватом вот таким образом под гусек и рубище движение также все эти движения можно делать и планкировки но для того чтобы кисть у нас хорошо разработала и уже вот эти движения у нас выходили и рука хорошо работала потому что некоторые казаки держали шашку вот таким образом под гусев для более удобных уколов также и удары наносить потому что шашки существуют разные и загиб бывает в рукояти такой небольшой вот такие хваты существовали правильный хват это вот но для того чтобы научиться работать таким хватом и для того чтобы просто научиться держать шашку в руках если хотите научиться функировки здесь делается немножечко закругляются грани клинка завальцовывают так скажем для того чтобы не натирать руку потому что функировка для того чтобы научиться и потом в дальнейшем хорошо держать шашку в руке и функировать и рубить и фехтовать чтобы она крепко держалась сначала нужно я все таки считаю научиться вот таким образом шашка держится двумя пальчиками под рукоять за клинок круговые движения вот таким образом сверху вниз корпус прямой снизу вверх перед собой локоть немножко можно будет выставить стараемся делать перед перед собой такое вот движение так сверху вниз идет снизу вверх идет сзади себя сзади себя корпус также прямой рука и шашка крутится сзади себя то есть ее можно как поднять опустить также сверху вниз движение то есть рука держит шашку за клинок пока очень важное упражнение все эти упражнения делаются как правой так и левой рукой очень важное упражнение это над головой то есть так же круг как в одну сторону шашка должна проходить горизонтально пола если она заваливается вот таким образом это неправильно потому что в дальнейшем как для каких-то связок можно себе повредить голову там задеть что-то тем более просто лучше это около зеркала чтобы вы видели себя когда занимаетесь то есть вытянули шашечку и потихонечку обрисовываем круг все больше у нас становится и вот таким вот образом получается круговое движение в одну сторону и другую тоже это очень важное упражнение все то же самое делаем левой рукой в одну сторону другую перед собой сзади себя корпус в это время всегда прямой рука либо на кинжале либо за спиной кому как удобно но все вот это вот вот это базовое упражнение для следующих связывающих всех сферу связывающих элементов то есть вот когда эти упражнения будут хорошо получаться уже гораздо проще и легче будет научиться всем остальным всем восьмеркам и до новых встреч